Народ, всем большущий привет! В этом выпуске я расскажу как быстро и не имея опыта организовать водоснабжение в загородном доме от скважины. Имеется дача, на которой забурили скважину и вокруг нее построили вот такой вот домик для скважины. Собственно здесь мы и будем работать. Итак, ближе к делу. Для работы понадобится обратный клапан с дюймовой резьбой и заголовка скважины выходит 32 ПНД труба, а значит для установки обратного клапана необходимы переходные муфты. Также понадобится несколько уголков и разборная муфта с дюймовой резьбы на полипропилен 20 диаметра, именуемая в простонародье как «американка». Также понадобится установка системы автоматики, давления и фильтрации. В такую систему входит гидроаккумулятор, реле давления, 5-выводной штуцер, манометр и фильтрующая колба. Это все необходимо по отдельности купить, а потом правильно смонтировать. Но мы делаем в первый раз и не имеем опыта, поэтому этот процесс слегка упростим, приобретя готовый комплект, который, подобно конструктору, собирается за 10 минут. В комплект входит все необходимое. Давайте соберем систему. Первым делом я установлю коллектор и притяну его хорошенько. Далее на вход и выход коллектора я установлю муфты. А чтобы резьбовые соединения были герметичными, я буду использовать леный пасту Аквафлекс для резьбы металл-пластик. А для резьбы металл-металл возьму анаэробный уплотнитель Сантехмастер Гель. Начну с американки. Наношу Сантехмастер Гель на всю поверхность резьбы, затем хорошенько размазываю. Уплотнитель Сантехмастер Гель не только уплотняет резьбу, но и защищает ее от коррозии. При попадании в узкие зазоры резьбы в отсутствие кислорода он быстро полимеризуется и превращается в очень прочную пластмассу, которая полностью заполняет резьбовой зазор. Пользоваться пастой Аквафлекс тоже очень просто. Наношу ее на резьбу, хорошенько размазываю, затем беру прядь льна, наматываю на резьбу по часовой стрелке и сверху добавляю пасты и спокойно закручиваю. Паста нужна для пропитки льняных волокон, так как лен это органическое волокно, которое внутри резьбы поддействует температурой и влажности гниет или наоборот иссыхает. Паста Аквафлекс предотвращает этот процесс. Кому интересны эти или другие товары от Сантехмастер Групп, то можете посмотреть по ссылке в описании. Теперь я установлю реле давления и гидроаккумуляторов. В завершении сборки установлю колбу с фильтром. Сборка окончена, можно устанавливать. Крепить систему буду на стену, которая находится напротив входа. В качестве крепежа буду использовать глухари на 6. Далее к нашей системе необходимо подвести трубопровод от скважины. Нарезаем трубы и при помощи уголков подводим. Также не забываем установить обратный клапан. Направление движения воды на каждом клапане указано стрелкой. Поэтому ошибиться при установке не получится. Итак, спустя несколько минут трубопровод смонтирован. Теперь я кину полипропилен, а именно сделаю отвод на машинку, которая будет стоять здесь в этом помещении. Отвод в дом и на полив. Спустя два с половиной часа вся работа окончена. И вот так вот все выглядит. Все сделано своими руками в первый раз. Без использования какого-то специального оборудования. За исключением паяльника для полипропилена, который я взял у соседа. Давайте произведем запуск системы. Насос мы включаем в розетку, которая идет от реле. А вилку от того же реле включаем в сеть. Итак, давление набралось. Реле выключило насос. Давление 2,6 бара. Смотрим соединение. Все герметично. Давайте открою кран, который на улице. Давление начало падать. При падении до полутора баров реле включает насос. Даже с открытым краном давление растет. Закрывая кран, давление поднимается до 2,6 и реле отключает насос. На первый взгляд все кажется сложно, но на самом деле это не так. Народ, поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравился выпуск, поддержите лайком. Поделитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на канал. Я вам всем желаю всего самого хорошего. Мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.